Далеко не каждый рязанец знает о существовании в нашем городе улицы Прижелезнодорожной. А если о ней кто-то и слышал, то вряд ли представляет, где именно она находится. Наша съемочная группа, добравшись до Прижелезнодорожной по навигатору, была, мягко говоря, поражена качеством дорожного покрытия. По правде говоря, мы вообще кое-как добрались до места встречи с теми, кто ездит сюда на работу ежедневно. В августе 2013 года была направлена инициативной группой, жалобы в администрацию города Рязани на неудовлетворительное состояние дорог по улице Прижелезнодорожной и улице Магистральной. Одновременно мы направили копии этих жалоб по управлению по благоустройству города и дорожного хозяйства и в управление ГИБДД России по Рязанской области. В ответ в сентябре мы получили письмо из управления по благоустройству города и дорожного хозяйства о том, что в бюджете на ремонт всех дорог денег не хватает. И дороги в первую очередь ремонтируются только с интенсивным дорожным движением. Движение по улице, сказать по правде, весьма оживленное. В районе находится 30 крупных промышленных предприятий. Водители большегрузов, проклиная все на свете, вынуждены, уродуя машины, каждый день добираться до места дислокации. Одной рукой рулишь, другой слезы вытираешь. Вот ваши дороги. Попытка сотрудников предприятий достучаться до властей успехом не увенчалась. Альтернативной дороги не существует. Делать асфальт своими силами просто нереально. Гробить свои автомобили людям ой, как жалко. А диспетчеры служб такси, услышав название улицы, бросают трубку. Самым страшным местом, по мнению большинства водителей, является железнодорожный переезд. Этот изувеченный со временем участок, так называемой дороги, входит в юрисдикцию РЖД. По всей видимости, к нему не прикасались со времен СССР. Дорога находится в аэрном состоянии не только по проезжей части, но и на пересечении с железной дорогой. На железной дороге нарушаются все нормы проезда машин, поскольку безостановочный проезд по переезду, он просто невозможен. В зимнее время фуры просто не могут тронуться на этом переезде. Создается опасность и для маневрирующих здесь составов, и для водителей. Плюс то, что большие фуры наклоняются, есть возможность развалиться на дороге, рассыпаться. Ситуация вообще бедственная. Тут требуется капитальный ремонт. Мы все являемся налогоплательщиками, все платим налоги. Это дорога общего пользования. Эта история обязательно будет иметь свое продолжение. В ближайшее время мы планируем получить комментарий от руководителей городских служб и выяснить, планируется ли в будущем положить дорожное полотно на улице при Железнодорожной. Продолжение следует...